Чикалин. Город в Суворовском районе Тульской области в России образует городское поселение. Город Чикалин. Название до 1944 года – Лехвин. Население – 964 чел. На 1 января 2015 года один из самых малочисленных городов России. География. Город расположен на левом берегу реки Аки, в 102 километра от Тулы, в 16 километрах от Суворова, в 30 километрах от Перемышля, в 7 километрах от железнодорожных станций Чикалин и Черепить. На границе с Перемышльским районом Калужской области у Ресвады реки Аки у Чикали на 122,5 метра. Характерная особенность водного режима Аки, достигающий у города 100 метровой ширины, высокий уровень весеннего половодия, начинающий гаси обычно в конце марта и продолжающий гаси от 10 до 20 дней. Максимальный отмеченный подъем воды составил 13,7 метра, средний подъем 2 метра. Левый берег Аки, на котором расположен город, имеет большой уклон и изрезан оврагами. На террасированных склонах долины Аки близ Лихвина в XIX веке был произведен стратеграфический опорный разрез, позволивший изучить характер межледниковых отложений, образовавшихся после Окского оледенения. Это межледниковье по месту исследования было названо Лихвинским. Около 15% площади чекалина занята лесной растительностью, основные древесные породы, липа, дуб, клён астролистный. В густом подлеске отмечена лещина, жимолость лесная, бересклет, бородавчатый, жестер слабительный. Травяной покров представлен лесными и степными видами. На песчаных почвах сосняк почти без подлеска, с букашником горным, дмином писаным, чабрецом маршала в травяном покрове. История. Город известен под названием Лихвин с 1565 года, когда был причислен Иваном Грозным к капричным городам и укреплен. В конце 16 века входил в засечную черту, был центром лихвинских засек. Город был окружен дубовой стеной и четырьмя глухими башнями. С 1727 года Лихвин – уездный город Лихвинского уезда Московской губернии. С 1776 года – Калужского наместничества. В том же 1776 году губернским архитектором П.Р. Никитиным был разработан генеральный план Лихвина. В начале 19 века Лихвин был оживленным торговым городом с пристанью на Оке, связывавший город с Белевым, Калугой, Алексиным. В конце 19 века Лихвин занимал площадь в одну квадратную версту. В городе насчитывалось 266 домов, 4 храма, 25 торговых лавок, 7 трактиров и оптовый винный склад. Из четырех действовавших заводов наиболее значительным был винокуренный. Кроме того, в Лихвина числилось свыше 80 ремесленных заведений. Образование было представлено тремя училищами – мужским уездным, мужским приходским и женским двухклассным. Действовала больница на 30 кроватей, организованная в 1905 году усилиями земского врача Лисицына. Со второй половины 19 века город постепенно приходил в упадок. Вследствие обмеления Оки сократилась торговля о магистральной железной дороге. Строительство которых могло бы способствовать экономическому подъему. Обошли Лихвин стороной. Со временем Ока в районе Лихвина стала и вовсе не судоходной. 25 декабря 1905 года от главного железнодорожного вокзала города Тулы, Московского вокзала, открылось регулярное движение по Тулы-Лихвинской железной дороге. Конечная станция Лихвин располагалась на противоположном от Чикали на правом берегу Оки. Станция Лихвин была закрыта в 1941 году после открытия движения по ширококолейной железной дороге Тула-Козельск. Сама же Тула-Лихвинская узкоколейная железная дорога работала до 1996 года. С 1941 года Лихвин являлся центром Черепецкого района, а с 1944 года по 1958 год Чикалинского района. Во время Великой Отечественной войны город два месяца находился под немецко-фашистской оккупацией. В 1944 году город Лихвин был переименован в Чикалин в честь казненного здесь 6 ноября 1941 года 16-летнего партизана. Героя Советского Союза Александра Чикалина в советские времена в городе работало несколько предприятий. Малакозавод, комбинат, производивший одеяло, детский санаторий и леспромхоз. 7 августа 1970 года был организован драматический кружок, который ныне вырос в Чикалинский народный театр. С 2006 года город образует городское поселение. Город Чикалин. В 2008 году разработан генеральный план города. В 2012 году администрации Суворовского района было предложено изменить статус поселения на сельское, что вызвало протест жителей Чикалина. В результате городской статус был сохранен герб города. Герб города высочайше утвержден 10 марта 1777 года вместе с другими гербами городов Калужского наместничества. Население на 1 января 2015 года по численности населения город находился на 1113 месте из 1114 городов Российской Федерации. Экономика, действовавшие в советское время предприятия к настоящему времени заброшены. Жители города работают преимущественно в социальной сфере. Часть Чикалинцев работает в соседних Суворовья и Краинки. В 2014 году в городе насчитывалось 3 действующих магазина, социальная сфера, объекты образования представлены школой и детским садом. При школе открыт музей, больница, филиал Суворовской ЦРБ. В настоящее время действует фактически в режиме амбулатории. В 2014 году только 2 врача работали здесь. Постоянно при городском доме культуры работает библиотека. Имеется также почтовое отделение. Единственное заведение общественного питания, трактир Лихвин, летом 2014 года не действовало. Банковское обслуживание населения не производится. Ближайшее отделение Сбербанка России расположено в поселке Черепить. Объем жилого фонда в 2008 году составлял 32,1 тысячи квадратных метров. В основном это дома постройки до 1917 года. 24,8 тысячи. М в квадрате жилого фонда имела степень износа свыше 70%. Насчитывалось 339 одноэтажных домов и 141 двухэтажный. Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 62%. Канализации 35%. Жители одноэтажной застройки пользуются выгребными ямами. Очистное сооружение, построенное в 1976 году, разрушено и не работает. Уровень газификации природным газом составляет 32,3%, а совместно с сжиженным 96%. Центрального отопления нет. Отопление частично от АКВ, частично печной. Многоквартирных домов советской постройки в городе всего 3. Калужская 39, Калужская 39, Ленина 3. Все три двухэтажные, двухподъездные. Транспорт через город проходит. Трасса Р-92, Калуга, Орел и Р-146, Чекалин, Суворов, станция Ханина. По трассе Р-146 действует автобусное сообщение Чекалин, Краинка, Черепить, Лужковский, Суворов, достопримечательности. Город в основном сохранил прямоугольную сетку кварталов, заложенную в генеральном плане 1776 года. Единственный уцелевший храм города, Свято-Веденский, расположен на улице Ленина. У северного въезда в город на Калужской улице стоит здание бывшей часовни 1913 года. Постройки в городе сохранились фрагменты жилой и общественной застройки 18-19 веков. Большая их часть сосредоточена на главной улице Чекалина, Калужской. Это постройки середины конца 19 века, принадлежавшие купцам А.В. Дишину и Е.Арянцеву, Матюхинским, Миленушкиным. К концу 18 века относится дом купца Япронина. На Калужской улице сохранился также ряд общественных зданий 19 века, в которых размещались уездное дворянское собрание, земство, уездное управление воинского начальника, архив полицейское управление, еще одно здание первой половины 19 века, дом бывших служивых казаков. Ряд образцов городской каменной застройки есть и на улице Чекалина. Это здание купеческих лавок уездного суда, бывшей пожарной охраны, дома купцов Аносова, Миленушкина, Терехова, Мясинского, семьи Пронинах, на Свято-Введенской улице, здание бывшей почтово-телеграфной конторы, примечательное здание бывшей тюрьмы и больницы. В центре города установлен бюст героя Советского Союза Александра Чекалина. У северных границ города, на крутом склоны коренного берега Оки, находится памятник природы регионального значения Лихвинский разрез. Близ города расположено несколько археологических объектов, стоянки времен Палеолита и Неолита, городище Дуна. На территории плодового сада Чекалинской средней школы сохранились фрагменты Стрелецкого вала XVI-XVII веков. Известные уроженцы – Богданов, Василий Иванович, поэт, врач, Трутнев, Иван Петрович, живописец, Губанов, Иван Алексеевич, ученый-ботаник, галерея.